В Краснореченском переулке местные жители уговорили сотрудников МЧС спасти щенка, который застрял между гаражей. Истошный вой и скулеж люди слушали весь день. Пса пытались вытащить сами, но не слишком в этом преуспели. Ну конечно переживаем, потому что все-таки скулит, сам справиться не может. Ему больно? Ну я этого не знаю. Ну вот скулил, мы поэтому обратили внимание, подошли, попытались собственными силами его спасти. Они не смогли, позвонили по 112. В подобных случаях, прежде чем применять тяжелую артиллерию в виде гидравлического инструмента, спасатели пробуют приспособления поменьше. В этот раз щенок познакомился с исключительно зимним набором. Сначала его пытались вытащить при помощи лыжной палки с проволочной петлей на конце. Потом в ход пошла и сама лыжа с загнутым концом, который пса приподнимали и проталкивали к выходу. Окончание спасательной операции, правда на почтительном расстоянии, ждала и многодетная мать. Другой отпрыск, который с месяц назад застрял в боксах неподалеку. Так она родилась шесть штук. Это вот, смотришь, это мать-то большая. А, да? Шесть штук. Один черный, а трое, ой, пятеро серые такие. Спасение состоялось. Пса вытащили без увечий. Упитанный щенок был весьма активным и пытался атаковать. Ой, барбос. А? Чего туда залез? Взрослые решили заделать щель, засыпать ее или прикрыть сеткой. Но для детей это был самый настоящий урок добра. Ребята, что нужно сказать? Спасибо! С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Андрей Алферов.